Добрый день! Сегодня в эфире программа «Горячий лед». Шесть туров прошло с начала чемпионата России по хоккею в высшей лиге. За это время воскресенские болельщики могли увидеть 8 матчей с участием своей любимой команды. Наверняка каждый уже составил собственное мнение о ней. Но одно, можно сказать точно, да не все получается, но старания у ребят не отнес. А у нас новости. После первых четырех домашних встреч воскресенцы отправились на первую в этом сезоне выездную сессию. В третьем туре в Саратове им противостоял местный «Кристалл». Первая игра завершилась поражением желто-синих по булитам 5-4. Основное время второй игры также не выявило победителя. Овертайм уже подходил к концу, и команда готовилась к выяснению отношений серии штрафных бросков. Но Александр Романов решил избавить свою команду от лотереи и поставил точку в этом поединке 5-6 позу Хинка. Следующие матчи воскресенцам предстояло провести желто-синими, но уже из Пензы. Похожие клубные цвета не стали препятствием для хоккеистов Дизеля, которые в первую матчу накидали в ворота нашей команды 8 шайб. Химик ответил на эту феерию голов точными бросками Евгения Пастернацкого и Артема Бекиняева. Второй матч вышел куда более упорным. И снова пришлось пробивать булиты, но на этот раз воскресенцы оказались точнее победных гол на счету Сергея Лучинкина. А 4 октября Химик принимал на своем льду крылья Советов. Первая встреча у Порни не получилась 5-1 в пользу Химика. Хотя если бы не отличная игра нашего голкипера Андрея Васильева, результат мог бы быть совсем другим. Второй игре было сложнее. Все танцы играли упорнее, но Химик все-таки оказался сильнее. В этом случае 4-3 победный гол на счету Пастернацкого. А буквально на днях Химик играл с дебютантом в большей лиге команды «Газпром» ОГУ из Оренбурга. Матчи завершились со счетом 3-1 и 5-2 в пользу желто-синих. Причем если в первом матче все три гола воскресенцев оказались на счету первого звена, два гола Романова и один Тимакова, то во второй игре три из пяти на счету нашего молодого третьего звена. Дважды отличился Бекиняев и одна шайба на счету Боброва. Турнирная таблица выглядит следующим образом. После жуткой выездной серии Химик упал на пятое место, но победа в четырех домашних играх ситуацию поправили. Желто-синие снова вторые, правда опережают Лениногорский нефтяник лишь по разнице шайб. Первое место в дивизионе занимает хоккейный клуб Дмитров, у которого тоже 25 очков, но сыграла эта команда на два матча меньше. Теперь к не слишком приятным новостям. Расположение нашей команды покинул капитан Воскресенцев Дмитрий Квартальнов. По словам генерального директора Химика Андрея Комендантова, случилось это после матчей с хоккейным клубом Дмитров. Цитирую. Дмитрий не сдержал эмоций. Дело дошло до выяснения отношений с арбитрами встречи. Уже после окончания матча в протокол был вписан дисциплинарный штраф. Спустя несколько дней хоккеист написал заявление об уходе. После рассмотрения его всеми руководителями клуба оно было удовлетворено. Кроме того, один из опытнейших защитников Алексей Данилов продолжает восстановление после травмы и не сможет помочь команде еще около месяца. Во время последних домашних игр Химика болельщики могли слышать объявление диктора по стадиону о наборе в хоккейную школу девочек в возрасте до 16 лет. Для чего? Об этом узнали у директора детско-юношеской спортивной школы Геннадия Каратеева. Это губернаторская программа, чтобы мы попробовали на своей школе, на своей базе, в городе попробовать сделать отделение женского хоккея. Это очень перспективный и интересный вид спорта женский. Я несколько раз смотрел эти игры. И во многих странах мира они очень сильно культивировались, такие как Соединенные Штаты, Канада, Китай, Италия, Япония, Новая Зевандия даже. Для Воскресенской и для России в целом это в общем-то новинка. Но, по словам Геннадия Владимировича, бояться родителям не стоит. Не стесняйтесь, родители, не волнуйтесь. Всему здесь и научат, и покажут, и расскажут. Инвентарем, инвентарем все это будет обеспечено. Не надо, никакие материальные затраты семья не принесет. Все мы сделаем для того, чтобы ребенок был в полной безопасности на льду. Это станет составной частью областной школы женского хоккея. А в случае успеха предприятия на базе Воскресенской будет создана и своя команда. Продолжается и набор мальчиков. Приводите ребят, оторвите их от улицы в конце концов. И не надо, может быть, задачи такие ставить, чтобы они стали великими какими-то хоккеистами. Хотя, если при определенных условиях, при определенном таланте, при условиях трудолюбия, и это возможно. Но самое главное, чтобы ребенок ваш был и здоров физически, и как можно меньше проводил время на улице, а был, рос в коллективе и становился настоящим мужчиной, чтобы определенно своим характером. Если у вас или у вашего ребенка есть желание играть в хоккей, то необходимо просто привезти его в Ледовый дворец в Подмосковье и обратиться к администратору, который объяснит все подробности и определит, к какому тренеру вас направить. Параллельно с первенством России в высшей лиге стартовала и первенство страны первой лиги, в котором, напомню, принимает участие фарм-клуб Воскресенского химика «Химик-2». В межсезонье команда сильно обновилась. Многие молодые хоккеисты нашли свое место в основном в составе Воскресенского хоккейного клуба и других командах. Один из человек состава покинули команду в нынешнем межсезонье. Молодые хоккеисты попали в разные клубы страны. Но они покинули каким образом? Они попали просто в команды мастерок различных городов. Четыре совета находятся, и десять химиков, и остальные уехали в разные команды. Это и Клим, и Рязань. Ребята, которые пришли в основу химика в прошлом и нынешнем сезонах, уже сегодня играют важную роль в команде. Единственная их проблема – отсутствие стабильности, о чем говорят и главный тренер химика Юрд Страхов, и главный тренер фарма Геннадий Каратеев. Ну, это нормальное явление. Каждый игрок идет в свои дороги, и для каждого игрока в один из своих своем бедуарном время требуется для того, чтобы вырос настоящего мастера. Главный тренер основной команды Юрия Страхов поставил упор на омоложение коллектива. Так, например, атакующая линия третьего звена составлена из выпускников фарм-клуба. Геннадий Каратеев оценил своих в недавнем прошлом подопечных. Ну, я думаю, это достаточно перспективный троп, и в конце концов, все-таки, ну-то, я думаю, получится. Это были яркие уровни, на выезде там ребята проживали. Ну, все впереди еще, начало сезона. Как будто ответив на слова Геннадия Владимировича во втором матче с командой «Газпром ОГУ», три из пяти заброшенных шайб нашей команды на счету именно этого звена. Сегодня в «Химик-2» привлечено много ребят 89-го года рождения. Для них это прекрасный трамплинг для дальнейшего развития. На тем матчей, которые прошли в сентябре, у нас скопилось немало интересных игровых моментов, и сегодня мы их покажем вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На пресс-конференции после матчей «Химик-Газпром ОГУ» генеральный директор Оренбуржцев сказал, что в этих встречах его команде удалось выиграть у «Химика» один период, и выразил надежду, что настанет время, когда они смогут выиграть матч. В этих словах звучат отголоски тех славных времен воскресенского хоккея, когда мы были в плеяде сильнейших, несмотря на все неприятности, которые произошли за последние 10 лет, уважение и даже зависть некоторых команд с нашим успехом остались. Конечно, жить в прошлом неправильно, а потому задача сегодняшних хоккеистов «Химика» с честью нести желто-синюю майку и приумножать славу воскресенского хоккея, вне зависимости от уровня, на котором они выступают. На этом все. Следующая программа выйдет в конце этого месяца. Следите за анонсами. Субтитры создавал DimaTorzok